В селе Протягайловка работник птицефермы похищал корма и птицу, после продавал. Ущерб владельцу нанесен более чем на 100 тысяч рублей. Подробности в материале пресс-служб городского УВД. Одна из птицеферм в селе Протягайловка. Поголовье цыплятый курочек около 9 тысяч. Оперативники здесь выявили ряд хищений. Владелец предприятия пересчисляет украденную продукцию. Поворовался один из его работников. Вот здесь молодой парень работал, у нас сотрудник рабочий. Воровал масло подсолнечное, соевый шрот. Вот в бигбеках в этих больших мешках. Примикс, кукурузу, все компоненты и добавки. Подозреваемый на работу заступал на сутки. За смену успевал вывозить до нескольких сотен килограммов кормов и биодобавок. Чтобы не попасться, отключал на ферме камеры видеонаблюдения. Через окно вытаскивал все это. Но бывало на 5-7 минут сам камеры отключал и говорил, что свет отключили. Профилактика света. И во время этого и он вытаскивал. Нечистого на руку работника милиционерам удалось быстро изобличить. Выяснилось, за спиной у роботодателя предприимчивый сотрудник открыл настоящий подпольный бизнес. Незаконный промысел вовлек и собственную мать. Она помогала вывозить краденое. Данный фигурант признался в том, что к хищению причастна его мать, которая неоднократно на автомобиле вывозила данное имущество. А сам фигурант работал на ферме на погрузке. Лжепредприниматель в гараже одного из кооперативов организовал склад. Краденой продукции торговал в открытую. В интернете размещал объявления. На этом вор и попался. На рекламу о продаже куры комбикорма в интернете случайно наткнулся друг владельца птизофермы. Больше 4 тонн кукурузы, несколько тонн соевого шрота, сотни литров подсолнечного масла, а еще почти полторы сотни кур. За полгода работник проворовался более чем на 100 тысяч. Сейчас мужчина уже находится под стражей. Фигурант находится в местах решения свободы под меры пресечения ареста. До вынесения обвинительного заключения и передачи дела в суд. В местах не столь отдаленных, согласно законодательству, обвиняемый может провести до 20 лет.